друзья я приветствую всех на канале садовый гейт с вами я лариса зарубина сегодня мой ролик посвящен не клематисом нет хотя я стою в окружении вот этих вот потрясающих красивых цветов сегодня все-таки хочу поговорить о жасмине вы просили меня рассказать об этом кустарники просили рассказать как правильно его стричь я выполняю эту просьбу и я приглашаю вас вместе со мной подойти к кустарнику сейчас он конечно же не такой декоративный как весной но тем не менее жасмин но это конечно не совсем правильное название все-таки правильное название у него чубушник но в народе за ним закрепилась четко название жасмин за его ароматные цветы садовый жасмин это наверное более правильное название сразу могу сказать что жасмин тире чубушник это король неприхотливых кустарников равных наверное ему нет к почвам не требуется растет фактически на любой почве кроме кислый и сильно песчаный по месту расположения предпочитает солнце но если вы посадите в полутень он тоже будет свести единственное что если вы посадите в глухую тень он будет более высоким и ущерб цветения то есть цветение вы можете просто не увидеть но зато получите красивую зеленую листву это я вам точно гарантирую далее по подкормкам он тоже неприхотлив достаточно весной ранней весной внести одну вот горсть полного комплекса минеральных удобрений и все и можно больше и не вносить ну конечно если после цветения вы его побалуете удобрения за это он конечно вас порадует прекрасном цветении обильным сильным это точно это проверено но если не получается достаточно одноразового внесения удобрения весной полным комплексом далее по поливу это засухоустойчивое растение и даже в самый засушливый период в горячее лето ему достаточно один раз в месяц два-три ведра вот на такой большой куст и поверьте он не повянет и не погибнет будет терпеливо ждать дождей по вредителям здесь вот конечно немножко посложнее очень любит его тля особенно вот молодые веточки молодые листики особенно по весне наверное вот каждый видел все листики усыпаны черной тлей но здесь просто с этим вредителем бороться уже неоднократно я рассказывал как с ним бороться достаточно просто ранние весенние обработку когда вы обрабатываете весь сад побрызгайте его достаточно просто можно взять или октару или фуфанон и просто побрызгать по листочкам все один раз за сезон больше я ее здесь не наблюдаю теперь еще важный ответственный момент у чубушника это обрезка вот здесь конечно нужно знать некоторые тонкости и вы мне в комментариях ты задавали как правильно лариса его обрезать сегодня я прям конечно постараюсь больше рассказать именно вот по обрезке о периодах и как правильно это делать но немножко еще вернуть к описанию все-таки чубушника чубушник на сегодняшний день настолько много сортов ну можно только из одних чужой чебушников сделать непрерывное цветение на протяжении фактически двух месяцев по разным периодам цветения в среднем период цветения у него длится 2-3 недели сегодня выведены сорта чубушников которые имеют пестролистный окраску листа представлять вот помимо красивого цветения ароматного него еще необыкновенные листва которые будет меж период после цветения украшать ваш сад растения бывают высокие до 3 метров 5 метров двухметровые и карлики эти сорта так и называются гном и карлик высота их 30 сантиметров при таком же обильном ароматном цветении еще самое интересное мне необыкновенно понравился жасмин у которого цветок не однотонно белый он белый середка у него розовые и желтые тычинки вы представляете насколько он декоративный ну а говорить о том что уже какие цветы бывают здесь наверное я вам новость никакой не сообщу здесь ярко представлены конечно самые любимые это махровые сорта полумахровые сорта ну и есть любитель который просто обыкновенный цветок по запахам тоже здесь немножко есть где поиграть разгуляться то есть есть которые сорта очень ароматный с ярким выражен таким сладковатым ароматом а есть нежно пахнущий который не навязчивый аромат и он в основном где-то вот ближе к вечеру начинает такие вот флюиды распускать чубушник в средней полосе а у меня 4 климатическая зона город пенза чубушник в нашей средней полосе и северных регионов зимует без проблем то есть в зиму и с ним ничего не нужное дело достаточно если вас посадка 1 2 года просто замульчировать ему приствольный круг и на этом все но связывать его на зиму все-таки я вам рекомендовала у меня вот растет он рядом с крышей и в этом году конечно при сходе с крыши снега он пострадал несмотря на то что вроде бы мы старались все это расчистить но тем не менее ветки он поломал и я все-таки вам советую более плотно ему делать обвязку то есть в нескольких кругов вверх связать и низ вот тогда вероятность того что он пострадает во время и сильных снегопадов конечно сводится к нулю так теперь как размножается этот вопрос тоже задавали скажите лариса как его черенковать черенкуется он хорошо можно черенковать зелеными молодыми черенками не адрес невешими прекрасно черенкуется можно делать отводками но отводками здесь есть одна хитрость то есть если вы запланировали к примеру на следующий год сделать много отводков тогда какую-то одну ветку выбираете отрезать ее на высоту 60 сантиметров за лето будет образовываться новая молодая поросль на следующий год вы ее надрезаете кору с нижней стороны и прижимаете к земле пришпиливаете и вот вместо пришпиливания присыпаете землей все этого достаточно она у вас будет образовывать корешки вот в этом месте можно если у вас поросль молодая растет прямо-таки из-под земли точно также наклонить ее присыпать пришпилить и за сезон она у вас укоренится укореняется очень хорошо вот именно молодая поросль можно также размножить чубушник молодыми отросточками с пяточками что такое с пяточкой вот смотрите вот узел если я его так сейчас отломаю еще все равно его буду стричь буду вам показывать посмотрите вот здесь ветка и немножко коры взята вот с корой это вот и есть с пяточки ну а как укоренять с помощью чего у нас на канале есть ролик где я рассказывала о биостемуляторах которые можно приготовить своими руками и с помощью которых можно прекрасно учили укоренить любые черенки и как укоренять способ точно такой же как и у при укоренении гортензии как я вам показывал так что кто не видел ссылка вот здесь на все эти два ролика пожалуйста посмотрите так теперь про еще один способ как можно его размножить путем деления куста но это конечно более трудоемкий способ но тоже очень эффективный если у вас слишком большой куст с помощью мужчины вы можете его разделить и рассадить по разным частям сада так теперь про обрезку обрезка это важный момент формирование кустарника дело в том что вот посмотрите вот у меня два чубушника вот я сейчас отойду и вы на него пристально посмотрите то есть изначально чубушник растет неправильно он всегда какой-то однобокий что вот этот чубушник что второй чубушник который увидите все они растут однобоко в какую-то одну сторону сторону и если такие кустарники не стричь не формировать в результате получается полная ерунда однобокий лохматый не оформленный куст и самое главное что он будет образовывать каждый год молодой прирост куст будет загущаться ветки которые двугодичные трехгодичные вот посмотрите они становятся лысые цветение наступает только на верхних частях в результате вы будете иметь голый куст будет наверху небольшая кучка вот этих вот веток кудрявых и в общем-то скудное цветение почему скудный когда куст сильно загущен растение пытается вот прокормить вот эту всю зеленую массу в ущерб цветения цветение лучше образовывается и цветут побеги первого года второго года а третьего третьего года вот я их вам покажу они уже вот эти посмотрите они уже становятся лохматые ну как метла их много вот разных побегов и цветение на них вот только на тех вот верхних веточках которые образовались после стрижки что я сделал в прошлом году он меня пострадал в прошлом году тоже от снега и я вырезала вот здесь часть он не дал побеги вот молодые и они то вот дали разветвление то есть я их еще прищипнула они раздали весное разветвление вот они то и зацвели то есть вот эта вся часть страшные голы поэтому нещадной рукой вырезаем ну конечно не в один год если вы сделаете в один год то на следующий год у вас цветение не будет кустарник будет просто восстанавливаться цветение наступит через год желательно это делать процедуру ежегодно вырезая побеги 3 4 года и вырезать мы их будем можно вырезать их под корень то есть на пень а можно оставлять побеги длиной 50 60 сантиметров и от них начнут образоваться образовываться новые побеги и вы получите в результате снизу у вас будет куст который имеет как будто бы ножку и большую шапку сверху это красивое зрелище получается в общем то он очень оформлено правильно теперь когда делают обрезку и какие виды вообще в обрезке бывают первая обрезка это весенняя обрезка она называется санитарной когда мы удаляем все подмершие части которые у нас и вы взросли под побеги подмерзли как у меня снегом сломал это весенняя обрезка делает ее до зеленого конуса только вот чуть по почке показались вот самое время делать это обрезку это санитарная дальше летняя обрезка и и делают сразу после цветения сразу хочу сказать вот растение отцвело дайте ему неделю на восстановление и после этого сразу приступать к стрижке главное нам успеть до 20 чисел июля но это вот так вот условно конечно если не получилось но ничего страшного чуть побольше но все равно успеете в июле месяце постричь если в августе то лучше уже не делать никакой стрижки оставьте тогда это всю процедуру до весны после стрижки обязательно сделайте все-таки подкормку ну все-таки растение действительно для него это стрессовая ситуация хоть я и сказал что можно конечно обойтись одноразовым внесением но если вы все-таки сделать особенно кардинальную стрижку тогда подкормить и полным комплексом достаточно прям вот одной горсти сухих можно даже сухих разбросать по приствольному кругу и пролить водой какую цель мы еще преследуем летние обрезки конечно убираем все вот эти отсветшие веточки чтобы растение не тратил сильно силы на образование семян это первое второе формируем куст делаем его красивый чубушник очень отзывчив на стрижку он любит стрижку поэтому не жалейте его стригите удаляйте тоже и трехлетние побеги также еще летом мы удаляем всю ненужную порцию от которой образовалась у вас и она вам не нужна вырезаете ее тоже сразу после цветения и последний третья обрезка это омолаживающие мы ее делаем осенью после листопада здесь мы можем конечно же если у вас куст старый и если получилось так что вот вы за ним не ухаживали вам нужно его сразу омолодить то есть у вас одни вот такие вот пушистые побеги тогда вы если вы запланировали вырезать на пень это лучше сделать осенью или же весной рано весной вообще до сока движения даже до конуса до момента образования зеленого конуса на почках эту процедуру мы делаем после листопада осенью и как правило омолаживающую обрезку делает ну наверное раз в пять лет часть часто делать такую процедуру точно не нужно особенно если вы с периодичностью вырезаете старые побеги сейчас я приступаю к обрезке что я буду делать у меня есть вот однолетние побеги двухлетние побеги вот этот двухлетний побег он молодой и по нему видно что вот идут вид такие веточки этот побед я сейчас буду укорачивать в результате укорачивания он мне даст новые побеги которые я тоже если они слишком будут высокие то есть вы будут выбиваться из общего фона ей конечно сделаю прищипку но если они будут по форме куста соответствует значит их тогда такие оставляю вырезать буду вот такие пушистые побеги вот такие укорачивая их сантиметров на 50-60 или до молодого прироста вот до нового прироста отрезать буду и конечно же буду вырезать топор из которой мне снизу она не не нужна то есть чтобы мне снизу было все чисто иначе у меня здесь гортензии которая пельчет она страдает от того что он уже начал заваливаться на нее я постригу этот кустарник рябина листного сэма и еще один кустарник и покажу вам результат возвращусь к через несколько минут все веточки которые идут перекрещивания которые трутся друг друга точно так же как при плодов где деревья если даже это 1 1 новые побеги вырезайте чтобы внутри путь не загущался это очень важно я уже сказал что это напрямую зависит будет от этого цветения вот она старая ветка два новых молодых побега идут вот эту старье я вырезаю вся беда у нас идет от того что мы жалеем не стрижем растения а это обязательная процедура и эти побеги которые цвели в этом году не цветущие я удаляю а эти которые укорачиваю итак друзья мои все я постригла у нас начинается дождь хочу вам показать какой у меня получился первый кустарник посмотрите сейчас наверное мне скажете от лариса с ума сошла был такой красивый пушистый стал лысый ничего подобного не переживайте он буквально через месяц-полтора весь обрастет и будет новыми побегами и на следующий год конечно меня порадует прекрасном цветении я прощаюсь с вами до новых встреч на канале садовый гид всем пока а